Дитяши лагерь профессии «Будучи» не працует в Бабруйску на базе мясового антикафе, а Мальгот працует Центр инновационной творчести для детей и дорослых. Школьники выучают сучасные дисциплины, спробуют реализовать свои проекты. С подробностями Надея Мешкевич. Бабруйские школьники ходят на занятки, навод под час каникул, и зрозумела чему. 3D-моделевание, дизайн, блогинг, створение компьютерных гульев и робототехника. У школах такое не выкладают. Инициатором створения креативной пляцовки стал один из бабруйских инженеров-доследчиков. У ребят в школе нет таких возможностей, настолько широко и глубоко изучить данный продукт, допустим, поработать в каких-то трехмерных пакетах. Для 3D-графика нужен такой основательный подход и хорошая такая материальная база. Яна Цивис распрасовывая модель прилады «Симпл-Ай». Прилада сможет автоматично поднимать и опускать окуляры. Я сама близорукая. И в школе сталкиваюсь с такой проблемой, как когда смотрю на доску, мне надо одевать очки, а когда смотрю на тетрадку, чтобы там писать, мне надо опять одеть очки. И это очень нудно и раздражает. Микита Морозов распрацовывая робота-дракона, а Микита Винокуров – логичную компьютерную гулью. Сярод техничных задумок – шафа, якая сама гладить и мы оденья. Экологично чистый посуд – робот-прибиральщик. Авторы проекта употым их презентуют и спробуют найти инвесторов. «Наша задача – не ставить их в какие-то рамки. Мы видим иногда, и нам, взрослым, кажется, что это невозможно, это нереально. И, наверное, что-то уже подобное есть. Зачем придумать робота, который моет посуду, если есть посудомоечная машина? Но при этом они должны сами попробовать, сами посмотреть, сами найти какое-то решение. Это очень важно». На Чарзе новый проект – творчая лаборатория, где каждый сможет своими руками створать 3D-принтеры, как друковать на их модели своих проектов. Затекавленная уже есть. Надея Мяшкевич, Миколай Соболев, Новины Регион.